Ну что неверующие мои, как мои хейтеры, которые меня уже чуть ли не мессией сделали в интернете, вот такие картинки, знаете, красивые, мол, типа, я там в такой позе, и Гура знает все, 5.03. Женский батальон совместно с Гурой переломит историю Украины и раскидали мою фотографию по всем интернет-ресурсам, телеграм-каналом, кстати, огромное спасибо, нас в телеграме уже 42 600 человек, и растем мы с каждой минутой все больше и больше, по-моему, у меня, наверное, один-единственный телеграм-канал, который говорит правду. Итак, друзья, я не просто так говорил о 5.03.2022, не подумайте, что я сумасшедший, не подумайте, что я какой-то там мальфар, либо еще там что-то, я тот человек, который умеет анализировать, и прислушиваться к умным людям, которые окружают меня. Ну, о том, что бабский батальон, ну, к сожалению, так получилось, что в нашей стране сейчас есть только ЗЦУшники, есть те чуваки территориальной обороны, которые реально красавцы, молодцы, борются, есть женский, скажем так, батальон, который сейчас готов к конотопским, к конотопские ведьмы, я их называю, кстати, обещаю, после окончания войны, когда будет мир, я приеду к этим конотопским ведьмам, и обязательно у них возьму интервью, как же ж они повлияли на русских солдат, которые просто отморозились, поняли о том, что у них, скорее всего, будут какие-то проблемы, они развернулись и уехали в другую сторону. Ну, то такое, то мелочи. Что сегодня произошло? Переломный момент, как, собственно, все и говорили. Будет, вот идет накал 9 дней, на 9-м дне произойдет вот тот перелом, который произошел. Сегодня борт номер 1, я же уже сбросил его здесь и в Телеграм-канале, и в этом, господи, в Фейсбуке, как он там называется, борт, сейчас я скажу, какой номер борта, как он там прописан. А, ну, здесь борт у них просто прописан 088, ну, окей, это дали ему... А, нет, регистрация 96-019, это Ил-96, который летит прямым рейсом с Санкт-Петербурга до Вашингтона. Вы знаете, я вел в YouTube эфир, специально, вот чуть-чуть, коротко, я знал, что там будут смотреть меня россияне. Столько грязи я еще не видел, меня уже там и разорвать хотят, и уже говорят, жди, скотина, мы к тебе приедем, мы тебя порвем на фашистский крест, потому что ты о нашем Путине говоришь плохо. Я не говорил о Путине плохо, то, что он такой, вот как все его называют, он такой, только это не он, знаете, я уже сказал о том, что я состарюсь, дети состарятся, внуки состарятся, он у вас будет жить, он, по-моему, у вас будет жить, пока вы будете быдлом и пока вы будете стадом. Но в том, что он полетел в Вашингтон, вам стоит задуматься, зачем он туда полетел. Ну, точнее, знаете, как многие конспирологи сказали, Антон, это не он полетел, это полетел его двойник, мне похрен, двойник, тройник, четверник, полетел президентский борт Российской Федерации в Вашингтон. И мне похрен, кто там сейчас сидит, какие тройники, четверники, он туда летит не просто так. И не просто так он полетел 5-го, 0-3-го. Теперь мы делаем что? Мы зажимаем пальчики, берем кулачки. Почему? Потому что как раз-таки два хозяина мира, это Россия и это Америка, сейчас будут договариваться. Мы в этом плане, к сожалению, никто. Ни Европа, ни Украина, ни другие страны. Вот есть два хозяина, которые между собой поигрались и вот решили договориться, потому что прекрасно поняли, что Украина скоро будет сожжена, если так и дальше пойдет. То, что мы отстаиваем ее, это круто. То, что мы там отстреливаем, это круто, но я больше всего боялся, чтобы сюда не запустили эти крылатые ракеты, которые будут летать самолетами и бомбить нас нахрен всех. Ту-ту-ту-ту, постучу себе по Макитре, чтобы такого ни в коем случае не было. То, что я предполагал, так оно и происходит. Украина это большой, огромный ресурс, безумный ресурс, финансовый. Вы должны для себя это понять. Мы не просто так сологубом ежедневно, ежесуточно, еженедельно ездили по всей стране и показывали вам ту правду, которую от вас скрывали. Мы надеялись о том, что вы все вступите в профсоюзы, вы создадите громаднейшую организацию вот такую вот, да, и вместе все мы с вами сделаем так, чтобы мы были независимы. Но, к сожалению, очень многие, вот как раз такие барбершоперы, которые блокировали это здесь все, которые никто ничего не хотел, все рассчитывали, что будет так будет, а потом посмылись. Страны, вот сейчас они там в Польше сидят, в Германии. Я не говорю про женщин и детей. Сразу вам скажу. Женщины и дети это святое. Уехали, слава богу, что уехали. Слава богу, что спаслись многие, кто смог это сделать. Это круто. Я говорю про мужиков, которые сейчас в Неопетровске вчера били женщин с детьми, потому что они хотели сесть в поезд, уехать в тот же Трусковец. 41-й поезд, то, что я вчера увидел в эфире, мне показали видео, у меня был дикий-дикий шок, потому что мужики выламывают двери, вытаскивают детей, маленьких детей и женщин с вагонов, бросают, и само это падло залазит в вагон. Ну, то есть, слава богу, меня там не было. Был бы я там, я бы, наверное, там бы его пристрелил. По закону военного времени можно пристрелить, потому что бить детей и ребенка, вытаскивать с поезда, потому что тебе, Павла, нужно спастись, понимаете? От кого спастись, я тоже еще пока не знаю. В Неопетровске никто не бомбит ничего, но они все бегут. Ну, то такое, то мелочи. Так вот, вернемся к нашим баранам и к нашим позитивным моментам. То, что туда летит Путин, ну, опять же, пускай будет просто Путин. Я не знаю, кто туда летит. Борт номер один Российской Федерации, это уже позитивный момент. Это значит в том, что все, пора договариваться, пора садиться за стол переговоров, что-то не складывается. Украина не сдалась, Украина не легла, Украина не сказала, Россия класс. Ну, пошло немножечко не так, как должно было идти. У них же, знаете, как должно было. Половина Украины отходит туда, половина в нейтральной, в буферной зоне. И западная Украина в формате Закарпатия, Львовской, Черновицкой области. Это было бы кусочек маленькой Украины. Это было прописано изначально по плану. Реально. Я, знаете, как мне аж хочется вот бежать, кричать от того, что, блядь, эти планы нарушились. Эти нарушились планы не благодаря Зеленскому. Не благодаря там Кабмину. Не благодаря Кличко, Филатову и всем остальным. Эти планы нарушились благодаря самым обычным, отъявленным, больным на голову сейчас украинцам, которые сказали, мы никуда не поедем, мы здесь будем, и это наша земля, и хрен с ним, умрем за нашу землю. Вот благодаря таким людям это так и произошло. Не потому, что кто-то там где-то о чем-то договаривается, кто-то выступил о том, что он с главным раввином Москвы договорился, сюда никто не зайдет. Знаете, россиянам, которые бомбили Бородянку, бомбили Ирпень, сегодня в Белую Церковь закинули ракету, им вообще похрен. Вот знаете, вообще насрать. Судя по тому, что не делают, они даже не думают, что не делают. Поэтому, поверьте мне, все происходит так, как происходит. И если дали отпор, то они убежали. Сегодня позитивно еще одна новость. Суммы отбили реально русских границей. Я думаю, что буквально еще пару дней, и дай бог, чтобы все было хорошо, то граница будет снова украинская, снова будут погранцы стоять, и Российская Федерация будет вот там. Харьков отбивается очень достойно. Мне многие пишут о том, что бои перешли уже за территорию Харькова, а не в самом Харькове. Где-то еще перестрелки есть, но уже не так, как это было два дня назад. Что скажу по Херсону, по Мелитополю и по Новой Каховке? Ну, что и следовало ожидать, Крым рядом, наш Крым рядом, да, как бы из нашего Крыма бывшие наши военные решили поиграться в войнушки на территории Херсона. Я очень надеюсь, что это временное явление. И вот сейчас, когда все вот это начнет меняться, то никакой будет, эскалации конфликта уже не будет. Опять же, вы мне пишите о том, а вот Вегдаш разбросила карты и сказала, что будут палить Днепр. Знаете, меньше слушайте Вегдаш. Я вам скажу честно, потому что вот в карты нужно подходить очень правильно и разумно. Я в свое время как-то взял карты один раз в руки. Они мне, кстати, очень хорошо идут. Второй, я могу очень легко раскидывать всякие моменты. И я раскинул момент на одного человека, он охренел. Но я поплатился за этим здоровьем и здоровьем своих близких. Их вычухивался очень долго. Поэтому больше карты в руки я не возьму. По крайней мере, в ближайшее время. Поэтому и Вегдаш так же самое. Карты имеют свойство врать и обманывать хозяина. Знаете, мы все думаем, я сейчас думаю, что те, кто понимает меня, потому что если ты взял карты в руки, ты крутой, ты знаешь, что ты раскидываешься, карты помогают. Вы не знаете, кто по ту сторону карт стоит. Я уверен, что вы знаете. Да, вот мою мысль ловите. И те, кто по ту сторону карт стоят, они очень умело играют вами. А вы заигрываетесь. Когда вам, знаете, вот дают информацию, вы там подписчиков себе набили в 200 тысяч, там телеграм-канал, там 50 тысяч, все окей. Человек свойственно расслабится. И вот карта начинает с вами играть. Поэтому вот сейчас это паническое состояние людей, которые начинают бежать, это как раз-таки тот дьявол, та темная сила, которая пользуется через карты, Вегдаш посылает информацию о том, что давайте паника, нам нужна паника. Потому что все, люди перестали толком паниковать. Люди вышли на этап уже развития такого, знаете, эволюции, что хватит, надоело, мы поднимаем голову, мы Украина, мы будем отстаивать. А вот темным силам нужно паника, бежать, эвакуация, убегать страны, кидать все, вот это им надо. Поэтому сейчас вот эти все картежники, мой бы вам совет, мои дорогие друзья, меньше смотрите. Ну вот просто меньше смотрите, анализируйте, включайте мозг, слушайте нормальных людей, которые не в карты играют, а которые умеют, ну скажем так, проводить параллели. Слушайте военных, только не тех военных, которые популисты, типа Порошенко, Турчинова, все остальные, а нормальные военные, которые периодически дают информацию о том, что вы для себя понимали. Вот слушайте, анализируйте, складывайте, а после этого делайте выводы. Почему я до сих пор не уехал с Украины? Потому что я прекрасно понимаю, уехать с Украины очень легко, а потом заехать в Украину будет очень тяжело. Сейчас подготавливаются определенные законопроекты, которые очень сильно ужесточат нам с вами жизнь, и именно тех, кто уехал, въезд обратно. Потому что все это игра. К сожалению, я вынужден признать, что все то, что происходит, это реальная игра одного человека, который руководит двумя людьми, понимаете. Поэтому, к сожалению, к сожалению, дорогие друзья, то, что произошло в Украине, смерть, насильство, агрессия, это все игра определенного человека. Вчера Владимир Александрович Зеленский на мое глубочайшее удивление, знаете, как мы привыкли говорить на глубочайшее, как бы там, не удивление, а волнение, а я скажу удивление, выступил и рассказал то, что, в принципе, говорил всегда я. Как бы, знаете, мне сейчас бальзам на душу не было, ну, наконец-то, кто-то у власти стал так говорить. Суму утром бомбили. Не сами суммы не рассказывайте, а колыцы, я это слышал, поэтому была реальная атака, и пацаны, наши ЗСУшники, отбили эту атаку и выдвинули человека за пределы суммы. Не надо врать о том, что суммы центр бомбят. Не рассказывайте сказки. Так вот, все, что я говорю раньше, сейчас уже начал говорить Зеленский. о том, что НАТО нам нормально не помогает, о том, что дизельное топливо, это все фигня. И, в общем, все эти моменты. Наконец-то, друзья, наконец-то украинский политикум начал прозревать. Ну, вот теперь мы не знаем, что будет там. Сейчас Путин полетел к Байдену на общение. И тут сразу вопрос. Вот почему не закрывалось небо. Вот почему НАТО не захотело все это делать. Потому что 5.03 была запланирована эта встреча. И твою мать, я об этом знал. Я не раз говорил еще на второй-третий день войны, ребята, давайте дождемся 5.03. Вы меня хейтерили, вы меня матюкали, вы меня там унижали, вы там гадости говорили. Я прекрасно знаю все те люди, которые меня смотрят, и те, которые в теме. Они прекрасно понимали, что 5.03 будет перелом. Этот перелом произошел. Но! Есть маленький момент. Вот все, что сейчас будет в Америке происходить, это и есть вот этот маленький переломный момент. Теперь надо будет четко понять на... Я даже не знаю, как правильно это сказать. На спище, скорее всего, Байдена, что он будет говорить после встречи с Путиным. Надо будет читать между строк. Если пойдут на какие-то компромиссы в формате, знаете, как... Ну, как мне кажется, что Путин может сказать, окей, Северный поток-2 перекрываю, остается транзит газа через Украину. Это, скажем так, ставит на колени европейцев. Европейцы снимают санкции в плоте того, чтобы газ прошел через Украину. Мы, естественно, понимаем, что санкции сняты, войну надо заканчивать, и кто-то получит деньги. Кто получит деньги, пока неизвестно. Ну, в общем, вот этот весь кавардак сейчас у меня в голове. Я пытаюсь пазлы сложить и прекрасно понимаю, что будет дальше. Анализируйте. Если Северный поток-2 сейчас перекроется и будет запускаться транзит газа через Украину, ну, по стандартной схеме, наш украинский газ будет пускаться в Европу, а бабки будет получать Газпром. Это все, что мы говорили раньше. То тогда 100% войны уже не будет. Почему? Объясняю. Потому что, если война здесь, взрывы здесь, то транзитная труба разорвана, газа больше не будет идти в Европу. В общем, жопа полнейшая. Этого никто не допустит. Вы обратили внимание, как бьют, как захватывают города и как бьют вот эти города? То есть, там, где идет газовая труба, те города не трогают. Потому что, если ее подорвать, даже если там не будет давления и всего остального, потом восстановить будет тяжело. Представляете, если залетят пару каких-то там крылатых ракет именно на ту территорию, там, где как раз-таки газовая эта труба, то все, жопа. Транзита больше не будет. Останется транзит только северного потока-2 либо северный поток-1. О, или какой-то у них пивничный поток, южный поток-1 через туда Турцию, через Эдрагана. Все, друзья, поэтому, скорее всего, и Байден позвал, пригласил Путина на переговоры. Тогда у меня к вам вопрос, украинцы. Так кто же у нас партнер? Кто же нас поддерживает, Украину? Мы, украинцы, либо западная часть наша, которая рассказывает, западные партнеры, европейцы, которые говорят, что Украина для них это все. Подумайте. Я уверен о том, что вы немножко поразмыслите своими мозгами, и вы поймете, вот точнее, вы пазлы в голове свои сложите. Что кроме нас, украинцев, кроме тех украинцев, которые остались здесь и захотят Украину восстановить только без олигархов уже, а у нас этот шанс очень сильный есть. Без той Верховной Рады популистов и дебилов, парикмахеров всяких, СТОшников, дрочелей, извините за выражение, всех остальных, тогда у нас шанс реально есть. Если мы все снова сделаем так, как есть, оставим вот так, как вот есть, то поверьте мне, за закон 198-й, который был подписан Шмигелем о международном валютном, международной валютной позыке 3-го марта, я уже показывал это, кто смотрит мои каналы, да, вот, телеграм-каналы, вы же увидели 198-й, я вам сейчас покажу, может, вы еще не видели. Показываю. А, нет, 199-й, вру, пардон, пардон, соврал, 199-й, вот, кабинет министров Украины, распоряжение, вы же видите, да, позы Кушмигель взял в 91 миллион 391 тысяча долларов, вы знаете, после опубликования вот этого позыка, просто очень много накинулось на меня хейтеров, которые сказали, это не ура, нет, это фейк, он только выходит прямой эфир, включайте хоть мозг, у вас от войны, наверное, мозг выключился, я всегда работал по этому поводу, пока кто-то нас чем-то отвлекает, нужно искать то, от чего отвлекают, я это нашел, помогли мне найти, я докопался, пересмотрел и понял о том, что все, что сейчас происходит, не просто так, так вот, теперь у меня вопрос украинцы, я хочу вам точнее задать вопрос, после всего того, что сейчас произошло, после этого переломного момента, я думаю, что где-то, ну, не буду врать, я про пятое, но третье точно знал, сейчас я уже не знаю, но буду предполагать, давайте так, чисто аналитика, 9 дней войны, за 9 дней войны, безумное количество пострадавших со всех сторон, ну, больше с России, проигрыш, проигрыш в формате наступления, проигрыш в формате оккупации, планы все навернулись, у них было ровно 3-4 дня прописано взять Киев, не взяли и уже не возьмут, давайте быть честными друг другу о том, что Киев уже не возьмут, его либо нужно будет с лица земли стирать, но это никому не надо, там есть Верховная Рада и Кабинет Министров Украины, не наш, правда, американский, либо же что-то нужно делать, так вот, 9 дней прошло и теперь он полетел туда, сейчас они там порешают кое-какие вопросы, я догадываюсь, какие, и по возвращении сюда, скорее всего, начнется договорняк с нами, вот это третий раунд, который готовится, вот сейчас в Беларусь или где он там будет, не важно, мне уже плевать, вот как раз таки третий раунд под переговоры Байдена и Путина, я не военный эксперт, я даже не политик, я просто человек, который имеет мозг, который анализирует, и который во время всей этой войны у меня не было паники, я сидел, я вам скажу честно, два дня у меня был дикий шок, вообще дикий шок, потому что еще 23 числа я был уверен, что ничего не будет, ну вот у меня было уверенность, что не должно быть, что-то произошло за ночь резко, и причем изменилось вот так вот, теперь я понимаю, зачем это произошло, если бы этого не было, если бы не было смерти, если бы не было эвакуации, если бы этого всего не было, ну бы с вами были бы в полной жопе, Украина бы легла бы на колени, потому что эти коррупционеры, которые давили нас, которые выдавливали все соки, они бы нас добили, вот сейчас, все показали, все показали, кто есть кто, кто диверсант, кто оккупант, кто любитель России, кто любитель там Европы, все лица вскрылись, и теперь у украинцев есть возможность самим все решить, опять же, возвращаясь к прогнозам, что может быть, я уверен, что максимум еще 5 дней вот этого непонятного хрени, вот реально, вот что сейчас творится, вот оно сейчас такое, непонятное, и потом пойдет по-другому, по-другому в формате, ну скажем так, выхода вот с этой эскалации, выхода с этого звездеца, выход на нормальный уровень, какие земли, куда будут отходить, я пока не знаю, вообще, вот я вам честно скажу, я даже не хочу пока об этом думать, моя задача так, чтобы понять, что происходит, вам донести информацию, и чтобы вы взяли это на вооружение, первое, рассказываю, по поводу Шмигеля, кабинет министров Украины, это организация, которая не подконтрольна президенту Украины, это я 100% вам говорю, вот хотите, верьте мне, хотите, не верьте, нет, Шмигель не подчиняется напрямую президенту Украины, Зеленскому, пускай, что сейчас на меня льется, какая-либо грязь, не подчиняюсь, объясню почему, вот эта позыка, была взята, за спиной президента, может быть, президент ее одобрил, неформально, может быть, не спорю, но, президент, о позыке, ни слова не сказал, друзья, это не 7 тысяч долларов, взять, позыку, это даже не 70 тысяч долларов, взять позыку, это 91 миллион программу, скажите мне, пожалуйста, вы же все умные люди, какая нахрен программа, в тот момент, когда идет война в Украине, гибнут люди, зачем нахрен, включите, пожалуйста, мозг, друзья, вы же умные люди, должны прекрасно понимать, эта позыка, взята не просто так, и Шмигель ее подписал, вместе с Ляшко, это то, о чем я вам говорил до войны, а вы меня не слушали, вы говорили, ура, тебе пора на Павлова в больницу лечиться, что ты там выдумываешь, какие Шмигели, какие Ляшко, ты что, а я вам говорил, еще увидите, теперь я четко понимаю, почему 12.36 не отменяют, закон, ну, постанова о карантине, почему берут позыку, а самое главное, 16.03, по их прогнозам, они должны голосовать за 41.42 и 65.09, напоминаю вам, 41.42 вы знаете этот закон уже, о чем он, это принудительная вакцинация детей, а 65.09, это закон, который позволяет Кабинету министров Украины расширить полномочия до Верховной Рады практически, то есть, если сейчас Кабинет министров Украины, это исполнительный орган, который исполняет, ну, как он законодательно-исполнительный, да, он имеет право вносить на законопроекты, на рассмотрение Верховной Рады, Верховная Рада их там утверждает, но по факту, это исполнительная контора, да, которая выдает там, вот, есть Верховная Рада, есть президент, они там выдали свои указы, и Кабинет министров Украины по приказам дальше спускает вниз, ну, это как пирамида, политическая пирамида, то сейчас, как только с 16.03, по плану идет голосование Верховной Рады, и они принимают закон 65.09, Кабинет министров Украины становится автономным, то есть, по факту, Шмигель, Ляшко, и все остальные министры становятся реально автономными, их никто не сможет не тронуть, ничего с ними не сделать, все, лишь 65.08, я не помню, 65.08, наверное, я вот цифру эту крайнюю не забываю, либо 0.09, либо 0.08, посмотрите. Так вот, Кабинет министров Украины сможет полностью нас с вами нагибать. Я не знаю, знает ли об этом Зеленский, я не знаю, знает ли об этом СБУ, там, и все остальные. Очень хочу, чтобы они это увидели и поняли для себя о том, что, если мы сейчас с вами очищаемся от этой всей грязи, если сейчас уже Путин полетел Байдену на разговор, у нас есть шанс взять все в свои руки украинцев, не у россиян, не у европейцев, не у американцев, а исключительно только украинцев, потому что Украина должна быть для украинцев. И опять же, хочу подчеркнуть, похрен, на каком языке человек будет говорить. 65.08, спасибо, Лен, 65.08, похрен, на каком языке украинец будет говорить. Главное, чтобы он был в Украине. Еще один немаловажный момент, то, что я услышал краем уха. Значит, это как они планируют. Они об этом говорили на Кабинете Министров Украины по постановам о том, что тем, кто уехал после 24-го числа, будет срок мужикам от 2-х до, или от 3-х до 6-ти, или от 3-х до 5-ти лет. Я, правда, не знаю, под какой они там закон подписывают, под какую статью, но самое интересное другое, те, кто будет заезжать в Украину. Он будет какие-то документы подписывать о том, что его недвижимость переходит во властность Украины. Я так понимаю, во властность Кабинете Министров Украины. Чтобы эту недвижимость продавать и восстанавливать экономику Украины. Короче, какой-то маразм, в который я пока не верю. То есть, по факту, получается, что во время войны большинство людей не выгнали отсюда с Украины. Во время, скажем так, вот этого эксперимента, который произошел. Сейчас, когда все договорится, когда все устаканится, когда все начнет более-менее нормально, все те украинцы, которые уехали и захотят обратно вернуться, они потеряют здесь все свои деньги и недвижимость. Вопрос, на какую статью Конституции Украины они рассчитывают? Кабинет Министров Украины в формате вот так вот поставить на колени. Каким нормативным документом украинцу запрещено возвращаться в Украину? Вы, дебилы, расскажите мне в Кабинете Министров Украины. Вы там совсем уже рамсы попутали. Вы понимаете, что у народа куча оружия. У людей, которые включают мозг, тоже есть оружие. Зачем вы это делаете? О чем вы говорите? В том, что таможенники разбирают груз, контрабанду, контрабанду тоже, кстати, гуманитарку и все остальное, это одно. В том, что в магазины сейчас на Раворусской, Черновицкой области попадает товар, который приезжает сюда для помощи Сумской, Харьковской области, это другое. А что вы делаете с украинцами? Вы хотите их там в Европе, так понимаю, оставить? Ну, как мне кажется. И оставить минимальное количество людей в Украине для того, чтобы здесь было, вы знаете, как вот, сколько есть, столько есть. Нет, так не будет. Я уверен, документы, я и дальше буду выходить в эфиры и рассказывать вам ту правду, которую вы еще не знаете. Кто-то меня ненавидит, кто-то меня уважает, кто-то во мне разочаровался, кто-то, наоборот, после разочарования увидел ту правду, о которой я говорю. Мне, честно говоря, плевать. Для меня важно быть честным перед Украиной, потому что, прежде наперво, я человек, который работает в Украине, я человек, который любит свою страну, и я тот человек, который пойдет за правду до конца. Мое оружие – это слово, мое оружие – это голова, которая умеет анализировать и умеет правильно давать информацию в формате не паники, а в формате логики и анализа. Знаете, как настоящий мужчина должен не паниковать, а в стрессовой ситуации он должен надеяться и руководствоваться только логикой, не интуицией даже, а логикой. Мужчины, включайте свою логику, думайте, анализируйте. Что будет у нас дальше с вами? По поводу еще одного момента, много хейтеров начали сказать о том, что вот Гура занялся этим волонтерством, ему еще волонтерством нечего делать. Я сказал, не буду лезть никуда, я не буду никого просить. Если вы хотите, те, кто сейчас находится за границей, чтобы дошел сюда, до Харьковской, Сумской области, ваш гуманитарный груз, вы можете со мной связаться, мы можем с вами скооперироваться, и я, как человек, который находится здесь, на Восточной Украине, постараюсь сделать так, чтобы в прямых эфирах, на видео, четко вам показать, пришел товар, я покажу, вот этот товар, куда его отправить, на суммы, окей, я позвоню, на сумму, попрошу, чтобы машина приехала и забрала, но я не буду ездить и просить никого. Единственное, что я очень еще хочу, сейчас еще 5-6 дней максимум этого звездеца, потом идет на спад, я обязательно приеду на Западную Украину и заеду в те магазины, которые мне уже сбросили, я их сейчас не публикую здесь в интернете, но у меня уже есть пару фотографий с пару прилавками, где исключительно итальянский товар лежит, тот, который был отправлен бусиками в Украину в помощь украинцам. Вы знаете, я перед тем, как буду ехать в магазин, свяжусь с полицией региона, свяжусь с военными, я очень надеюсь, что Петро Батькович, наш Сологуб уже закончит свою военную службу, потому что закончится у нас война, и он перейдет в формат, скажем так, обычного человека гражданского и сможет уже говорить. Мы с Сологубом просто и с не байдужими патриотами приедем в тот магазин таможенника, либо в тот магазин, который украл гуманитарку, и в прямом эфире мы просто сделаем, как с кораблем российским. Но только это будет крушение всего нахрен магазина, но собирание товара аккуратно в сумке и отправление в Харьков и в Сум. Все, что мы будем находить иностранное, без этикеток, без дистрибьюции, без ничего, будет уходить туда, куда нужно. Но это будет чуть попозже. К сожалению, пока это считается мародерством, поэтому я не могу это делать. Но потом это будет считаться патриотизм. Вот и все. Все, люди, спасибо вам, что посмотрели. Спасибо вам за то, что вы верите в то, что я вам говорю. А вы знаете, прекрасно, все, что я вам не показываю, я доказываю фактами, только фактами. И прошу вас всегда, любой эфир, любые мои документы, я сбрасываю ссылки. Если вы в чем-то сомневаетесь, вы их перепроверяете. Для меня очень важно, чтобы не было дезинформации, потому что тот поток говна, который льет сейчас в интернете, меня первые два дня сбил с толку. Но сейчас, уже на 9-й день войны, 5-го или 3-го, я четко осознаю, что творится в стране. И я знаю, что можно сделать, для того, чтобы мы с вами стали независимы. Поверьте мне, все газовые месторождения работают в полном режиме. Я везде был, я везде все посмотрел. Единственное, что не могу показывать в эфире сейчас, потому что это будет, скажем так, показано мною как диверсия. Не хочу, чтобы некоторые люди, которые сейчас немножко переигрывают в войне, подумали о том, что я какой-то там сепаратист, либо еще там что-то. Поэтому я не показываю улицы, я не показываю города, не показываю никакие точки, но для себя я все анализирую и все прекрасно понимаю. Бизнес, как и дальше, как и был до этого, работает в полном объеме. Газовые месторождения бурятся в полном объеме. Газовые месторождения выкачиваются в полном объеме. Поэтому, поверьте мне, украинцы, у нас есть шанс зарабатывать большие деньги и жить как в Катаре или как в Дубай. Думайте, у вас есть шанс. Люблю, целую, уважаю и просто все у нас будет хорошо. Но 5-го, 0-3-го, я же был прав. Так что, хейтеры, с вас коньячок. Нет, вискарек. Когда закончится этот, как его, военное положение и вискарь снова появится на полках, я возьму вискарь себе и выпил. Все, пока, пока, до встречи. Подписывайтесь на телеграм-канал, там очень много всего интересного и инсайд. Давай, пока.